МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы говорите о предстоящем международном фестивале молодежи, который пройдет в Сочи. Для начала расскажите, что из себя этот фестиваль представляет и какое значение для нашей страны имеет то, что он проходит именно в Сочи в этом году? В первую очередь хочется сказать, что фестиваль у нас проходит не первый раз. Он уже проходил в 1957 и 1985 годах. Это 19-й по счету Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Наша страна выиграла конкурс на право проведения этого фестиваля. Мы этим очень гордимся. И то, что фестиваль пройдет в Сочи, это в первую очередь фестиваль в поддержку идеи мира. Да, сейчас, сами понимаете, что достаточно мощные происходят катаклизмы в мире, в мировой политике. И этот фестиваль именно в поддержку мировых ценностей. Потому что именно молодежь – это самая мобильная часть населения нашей земли. И поэтому она соберется в Сочи обсудить идеи мира, обсудить 17 целей устойчивого развития ООН. Будет много дискуссионных площадок в этом фестивале. И по итогам фестиваля будет сформирована резолюция, с которой молодежь обратится к мировому сообществу. Но вообще, каким образом фестиваль проходит? Есть ли там какие-то творческие площадки, конкурсы? Да, большое количество творческих площадок, конкурсов, спортивных площадок. В первую очередь хочется отметить, что он пройдется с 14 по 22 октября 2017 года в городе Сочи. Перед ним за день до начала фестиваля в Москве пройдет парад студенчества в поддержку фестиваля. И после этого он откроется в городе Сочи. Программа фестиваля имеет несколько направлений. Первая – это дискуссионная программа, которая, как я уже сказал, будет идти по 17 целям устойчивого развития ООН. Также будет спортивная программа, в которой будут различные мастер-классы спортивные, в которой будут различные марафоны и полумарафоны в течение фестиваля. Будет насыщенная очень большая сетка программ, которая будет задействовать многие олимпийские объекты. Также будет творческая программа фестиваля. Планируется, что будет сформирован молодежный оркестр, международный молодежный оркестр, который выступит на закрытии фестиваля. Также будет сформирован молодежный хор, который уже выступит на открытии фестиваля. Будет посредством интернета, будет осуществляться спевка музыкантов, чтобы ребята познакомились, сделали большой единый номер на открытии. Также во время фестиваля будет работать выставочное пространство, где будут представлены все регионы Российской Федерации. Мы сейчас тоже прорабатываем, как будет представлен регион Рязанской области, павильон Рязанской области, это небольшое выставочное пространство. Также на фестивале, помимо спортивной, дискуссионной и творческой программы, будет еще и много различных флешмобов и акций, и будет так называемая городская программа, которая будет проходить в самом городе Сочи, потому что мероприятия фестиваля пройдут в Олимпийском парке, но и в городе Сочи тоже будут каждый день различные интерактивные площадки для жителей города. Наверное, у наших телезрителей может возникнуть вопрос, почему мы так рано начинаем говорить об этом фестивале, когда он пройдет только в октябре. Насколько я понимаю, уже сейчас младым людям, которые хотели бы принять в нем участие, стоит задуматься об этом и совершить какие-то действия для этого. Вот каким образом, кто и как может попасть на фестиваль от нашего региона? Да, рекламная кампания фестиваля стартовала в октябре прошлого года. Уже на федеральном уровне создан Национальный подготовительный комитет. В него вошли представители крупных общероссийских общественных организаций, чья деятельность связана с молодежной политикой и с деятельностью в сфере политики. Также президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин на прошлой неделе подписал указ о создании Организационного комитета по фестивалю на уровне правительства Российской Федерации. И уже сейчас ведется работа по сбору заявок для участия. Хочу сказать, что в фестивале примут участие более 20 тысяч молодых людей из всех стран мира. Россию представят более 10 тысяч молодых людей на этом фестивале в возрасте от 18 до 35 лет. И чтобы стать участником фестиваля, все очень просто. Нужно зарегистрироваться на сайте russia2017.com. После этого наш региональный подготовительный комитет, который у нас тоже в регионе сформирован, я являюсь заместителем руководителя регионального подготовительного комитета. Его возглавляет заместитель представителя правительства Лен-Лан Буняшина. В наш региональный подготовительный комитет входят представители всех вузов, представители всех ведомств, так или иначе работающих с молодежью, и представители всех общественных организаций, работающих с молодежью. Этот региональный подготовительный комитет сформирует экспертные комиссии, и мы все будем заниматься отбором участников на этот фестиваль. Всего от Рязанской области на фестиваль поедут 175 человек. Это как участники. И параллельно с этим идет регистрация волонтерами на фестиваль. И хочется отметить, что волонтеры не только молодые, но и поддержка волонтерства, так называемого серебряного волонтерства для людей уже в возрасте. Это регистрация тоже открыта на том же сайте russia2017.com. Если кто-то по каким-то причинам не может зарегистрироваться настоятельно, то он может прийти. У нас сформировано два общественных штаба. Один из них в библиотеке Горького, один из них в Доме общественных организаций, где коллеги расскажут все о фестивале и помогут зарегистрироваться на сайте, чтобы стать либо участником, либо волонтером. Нам очень приятно, что многие участники фестиваля в 1985 году хотят сейчас стать волонтерами и поучаствовать в организации проведения всемирного фестиваля, 19-го всемирного фестиваля уже в городе Сочи. И хочется отметить, почему сейчас ведем разговор, потому что регистрация для волонтеров открыта до 28 февраля, а регистрация участников до 15 апреля. Поэтому мы призываем всех регистрироваться, принимать участие в заявочной кампании фестиваля. Первые заявки от участников уже приходят? Да, уже более 300 человек зарегистрировано в этой системе. Интересно, каким образом все-таки будет проходить отбор, по каким критериям будете отбирать в делегацию Рязанскую? На данный момент критерии будут федеральными, на данный момент они разрабатываются. У каждого эксперта, кто будет входить в состав экспертных групп, будет специальный оценочный лист, по которому он заполнит. И потом мы все эти оценки выставим в этой системе. И система первые 175 человек пришлет им письмо о том, чтобы вы прошли для того, чтобы принять участие в фестивале. А остальные ребята с близкими баллами, они также войдут в резервный список. Потому что мы же всегда понимаем, что кто-то из ребят откажется. Могут быть различные форс-мажоры, чтобы мы потом в процессе подготовки к фестивалю тоже могли из резервного списка ребят вставлять в основной список. В любом случае, это должны быть ребята, которые ведут какую-то очень активную жизнь, занимаются спортом. Конечно, это ребята, которые в первую очередь занимаются активной общественной деятельностью. Это лидеры и участники молодежных общественных организаций. Это представители молодежных крыльев различных политических партий. Это спортсмены, это молодые журналисты. Это те ребята, которые проявляют свою активную гражданскую позицию. В первую очередь будет отдаваться им предпочтение. Это те ребята, которые отличаются в учебе в своих высших образовательных организациях. То есть, да, это такая, скажем так, хорошая лизанская молодежь. Вот для этих ребят участие в фестивале, с вашей точки зрения, что оно им даст и как поможет в будущем движение по жизни? Вы знаете, во-первых, с моей точки зрения, да, наверное, это большая награда, да, за ту общественную работу, которую они делают. Это не только общественную, да, любую полезную работу, которую они выполняют. Это, конечно же, огромный опыт, да, побывать на мероприятии международного уровня, да. Это возможность обменяться мнениями с ребятами из других стран, да, это возможность для знакомства, да, причем к нам же приедут такие же активисты, да, из других, изо всех стран мира. Да, мы понимаем, что это огромный шанс, да, обменяться опытом, завязаться контактами, да, пообщаться, разработать совместные проекты. Мы будем надеяться, что после фестиваля зародятся различные проекты в сфере международного сотрудничества, да, как и в Рязанской области с другими странами. И, конечно же, те компетенции, которые они там приобретают, например, когда ребята едут волонтерами, потом они уже, ну, ни для кого не секрет, что те волонтеры, которые принимали участие в Олимпийских играх в Сочи, либо же принимали участие в подготовке универсиады в Казани, да, сейчас многие из них уже работают в этих структурах по проведению массовых мероприятий. Многие из них перешли в команду Чемпионата мира по футболу, многие из них открыли собственные бизнесы. Это очень хорошая школа, это очень хорошая школа организационной культуры, да, которая поможет ребятам продвинуться в жизни. Большое спасибо, Павел, что вы сегодня к нам пришли, все так подробно рассказали. Мы желаем удачи и вам, и тем, кто захочет принять участие в фестивале. Ну, а на этом наша программа подходит к концу. Всего вам самого наилучшего. До встречи в следующих выпусках. Субтитры подогнал «Симон»!